Тайны и загадки белорусской природы и секреты жизни в гармонии с ней. Это остров Ду на Добром канале. Приветствую всех! Чем уникален остров и о чем наше видео, смотрите по ссылке в описании. Чайки в большом городе. В прошлую нашу встречу мы узнали, что процесс расселения этих птиц в мегаполисы в последние годы идет нарастающими темпами. Если еще не смотрели видео, ссылка в описании. Например, в Минске колонии чаек уже не одна и не две. Соответственно, количество птиц немалое. Образ жизни у чаек таков, что скучно им поодиночке, да и безопаснее вместе. Но не влечет ли появление в городе этих белокрылых красивых птиц какой-либо опасности для людей? Ведь, как известно, чайки селятся там, где много мусора. Не являются ли они переносчиками инфекций? Конечно, и шум чайчих компаний со счетов не снимаем. Как сделать такое соседство с человеком безопасным и комфортным? Обсуждаем с орнитологом Ириной Самусенко. Ну, для того, чтобы ответить однозначно на ваш вопрос, в общем-то, его нужно изучить с научной точки зрения, получить научные результаты. Да, многие виды птиц являются переносчиком болезней. Ну, если говорить о гриппе, коронавирусе, когда спрашиваем, вот, голуби переносят грипп, возможно, птичий грипп. Да, переносят, но заразиться от голубя, который присел на окошко, имеется ровно такой же шанс, как встретивший в подъезде соседа больного гриппом. Вот, то есть для того, чтобы от птицы заразиться болезнью, нужен довольно тесный близкий контакт. Данный вопрос, естественно, как, естественно, заслуживает внимания, но его нужно специально изучать, и не только орнитологам, но специалистам соответствующего, специалистам соответствующего профиля. Чайки живут колониями. Во-первых, насколько большая численность может быть такой колонии? Где, может быть, в Минске самые большие? И, может быть, из-за этого они в основном в своей массе такие шумные, когда разговаривают, общаются между собой, что ли? Ну, то есть, чаек услышать, наверное, прежде всего можно, да? Ну, вот численность колоний. Городские колонии, конечно, очень нестабильные. Есть еще, что касается вот самой мелкой нашей чайки, озерная чайка, есть еще на территории Минска относительно, то есть наземная колония в несколько сотен пар. Это хорошая крупная колония. Хотя на Минском море когда-то в 70-е, по-моему, или в 80-е годы на островах Минского моря или на одном острове гнездилось более тысячи пар чаек. Сейчас, наверное, они не могут не то, что на вот таких относительно естественных территориях в такой численности быть, но даже на крышах. Потому что крыши это нестабильные, довольно нестабильные места гнездования. Не только потому, что, ну, там может проводиться какой-то ремонт, например, замена оборудования, то, что мы наблюдаем, когда птицы перемещаются. Но у нас есть крупные промышленные зоны, где, ну, птицы могут переместиться с одного здания на там соседнее или там через несколько зданий. Ну, нестабильные еще в связи с тем, что когда на предприятии на крыше появляются птицы, ну, собственно, могут возникать какие-то проблемы. Ну, они загрязняют покрытие крыши, там могут испачкать пометом какое-то оборудование. Поэтому владельцы таких крыш, где гнездятся чайки, там пытаются от них избавиться, снизить их численность. Например, вот возле моего дома имеется уже, наверное, с 13-15 года поселились чайки на крыше одного из промышленных предприятий у нас. В районе такая относительно компактная промышленная зона, где несколько предприятий с плоскими, ну, пригодными для гнездования птиц крышами. К тому же у них там различные выступы, трубы выведены, где там птица может присесть. То есть, ну, ситуация очень хорошо имитирует то, к чему чайки привыкли в естественной среде. Вот там где-то веточка, там где-то камешек, там где-то валун или это скалы. Вот. Ну, я столкнулась с такой ситуацией. Мы уже, я какое-то время наблюдала формирование этой колонии со стороны. Затем мы вышли, все-таки поняли, что недостаточно этих данных оценить ту же численность, сколько там птиц гнездится. Желательно, чтобы получить вот научные данные, желательно посмотреть, что-то происходит внутри. Мы получили добро руководства предприятия, посетили эту колонию. В течение двух лет кольцевали птенцов. Ну, и в разговорах с руководством узнали, что к ним существует обращение жителей окрестных домов, которые недовольны, когда в период миграции, когда на крыше скапливаются не только местные гнездящиеся птицы, а мигранты, они включают акустические отпугиватели. Вот. Жители жалуются. А до этого я, до этого, как раз, может, ну, за год до этого, я получила обращение из Минпироды уже, ну, с просьбой отреагировать, прокомментировать другое обращение. Жители, которые были недовольны соседством этих человек, вот, они кричат, они кричат. То есть в одном и том же доме, возможно, на одной и той же площадке живут два разных человека. Один недоволен соседством чаек и криками, другой недоволен, другой, я общалась и с теми, и с теми, другой говорит. Чайки кричат хорошо, мне очень нравится, то есть напоминает какой-то шум, шум там же чайчего базара, крики чаек возле моря. Но когда включают отпугиватели, вот это мне уже не нравится. Очень сложно решать вот такие проблемы, которые возникают с участием живых объектов. Они, тем более, птицы подвижные, то есть, ну, вот их не, ну, если, допустим, ну, какое-то растение его взял, пересадил, все. Была проблема с этим растением, его пересадили, проблемы нету. С птицей этого не будет, если птица полюбилась вот этот, вот эта крыша, вот этот балкон, вот это окно, то извести ее часто бывает сложно, невозможно, да и, в общем-то, я не считаю, что это нужно делать. То есть, ну, как-то, да, как-то мы можем снижать риски, минимизировать какой-то вред, какой-то ущерб, какое-то беспокойство от птиц. Ну, ну, то есть, как и в нашем, в нашем соседстве с людьми, когда вот соседи, живя в одном доме, в одном подъезде, тоже, ну, должны мириться. Вот у меня нет машины, но я понимаю, вот, что соседу, у которого есть машина, вот, ну, должна быть вот эта стоянка. Может быть, в ущерб, там, сокращению площадки, там, для выгула, там, моей собачки, или для прогулки моего ребенка, или сокращение, там, дорожки, по которой, вот, я хожу не по трехметровой, а, ну, вот, пусть на метр урежут, чтобы сделать, там, парковку для машины. Так же и с птицами, то есть, в принципе, ну, вот, как и между соседями, так же и с птицами. То есть, они пришли к нам в город, мы должны с ними научиться вместе жить, добрососедствовать. Ну, а, собственно, наша работа, работа орнитологов заключается в том, чтобы, ну, их понять, понять эти изменения, почему они здесь, и предложить, ну, и предложить людям вот эти варианты. Знаете, ну, можно снизить это соседство, отодвинуть это гнездо, там, сократить численность чаек. Ну, ребята, давайте жить дружно и с соседями, и с птицами. Очень хорошо. Все-таки еще хочется уточнить, а чайки все-таки почему такие шумные? Это у них вот такое общение, для чего им это важно? Могу спекулировать, так я могу спекулировать. То есть, ну, каждая птица имеет, ну, свой голос, с которым она проводит коммуникации, там, с особи своего пола. В принципе, на воробьиных птицах хорошо показано, что проводили такие работы, вот, ну, я читала, по крайней мере, вот, польские орнитологи, что громкость пения воробьиных птиц увеличивается, когда они гнездятся вблизи каких-то шумных трасс, так? Ну, по аналогии можно сказать, что громкий голос чайки, которая где-то, особенно, ну, на морских побережьях, или мог сформироваться где-то, или когда они облетают крупные водоемы, то есть, вот, птица-пары, или, там, ну, соседка, вот, группа птицы должны слышать друг друга, и поэтому, ну, для этого они должны громко кричать. Удивительные чайки-птицы, то есть, я работаю в колониях, в колониях чайки, естественно, и на крышах, то есть, насколько видно, насколько, вот, птенчик узнает голос родителя, то есть, по кольцованным птицам я знаю, и, особенно, когда кольцованные птенцы, я знаю, значит, вот, папа или, там, мама сидит, и вот они кричат, я там, я подхожу где-то, вот, в район, где, там, прячутся птенцы, я вижу птенца с кольцом, все, я знаю, вот, его папа сидит. Папа или мама крикнул, и вот этот вот малыш, он поворачивается в ту сторону, не на крик, там, тети Маши, там, через три гнезда, то есть, они прекрасно, прекрасно еще и различают, ну, вот, как, наверное, человеческий младенец, где-то, вот, ну, он уже узнает голос, то он мамы, там, папы, там, близких, родственник, то есть, то есть, чайки, в принципе, вот, через несколько дней он научится узнавать голос своего родителя. Допустим, в той же колонии возле моего дома, где я, там гнездятся окольцованные птицы, окольцованные в разных странах, то есть, я там наблюдаю кольца из Голландии, из Польши, из Чехии, из Литвы, вот, ну, уже и из Беларуси будут, вот, местные чайки, то поведение у птиц разное. Есть те, которые, видно, что они где-то уже сталкивались вот с подкормкой, с благожелательностью со стороны человека, который где-то вот, ну, подбрасывает им, что-то подкармливает им зимой. И более отважные, более смелые, они не нужно, вот, летать на ту же где-то свалку, на какое-то поле, там, червячков добывать, там, в водоеме рыбку ловить. Они могут нормально, вот, вот, где человек постоянно их кормит, он может, ну, это чайка себя нормально чувствует, вот, перелетая, там, каких-то 100 метров, там, 200, полкилометра. А есть птицы, которые, ну, там, более дикие, оно не попрется там, где, не полетит туда, где скопление людей, вот. То есть это видно по работе в колонии больших белоголовых чаек. Я знаю вот конкретных птиц, которые очень злые, очень агрессивные. То есть я знаю вот та территория, где, вот, если я зайду сюда, то я получу крылом, там, где-то он будет, там, этот, самет на меня нападать. Раньше я знала просто эту территорию, куда мне желательно не заходить или там приебаться. А сейчас я знаю его гнездо. Есть некоторые, которые, ну, очень толерантно, очень так это осторожненько, вот, относятся к тому, что там какой-то ученый пришел их беспокоить. То есть характер у птиц тоже очень разный. Видно, в колонии одни более дрочливые, там, задирают, хватают за крыло, там, соседи активно отгоняют, а другие умеют более, ну, не так вот агрессивно там существовать. Вот этот, вот этот никогда не ударит, а вот этот вот может близко там попробовать тебя клювом стукнуть по голове. Если у него будут птенцы. Ну, а так они очень миролюбивые. То есть максимум, что они могут, это, ну, махнуть на тебя крыло и где-то вот коснуться тебя дюба. Это даже, вот, когда ты лезешь их, даже лезешь в его гнездо. И помет там, помет там. И помет там могут, да, помет там могут. Вот, но когда мне тоже говорят, ой, вы знаете, там приехал какой-то вот начальник, и его, они там тоже и чижовка арена, и на, возле вот крытого, какого для дворца спорта стоят отпугиватели, ну, там, для мигрантов. Именно чижовки арены там подходят, вот что вы смотрите, я говорю, смотрю птиц. Ой, мы тоже их смотрим, видите, отпугиваем. Ну, а что с ними делать? А то вот приехал там какой-то чиновник из Минспорта, и там то ли на его машину, то ли его на плечо там птица, птица какнула. Ну, я говорю, так это же хорошо, значит, в спорте где-то прибавление будет. И то, что вы их отпугиваете, они вот от резкого включения звука в массе подрываются, собственно, ну, и в страхе они испражняются. То есть, ну, в принципе, это естественно, что вам нужно. Ну, на какое-то время их можно отпугнуть. Ну, чтобы ответить даже на все вопросы вот по отпугиванию, конечно, много еще можно собирать информации, что по эффективности различных средств, по возможности их использовать в разные периоды. Сама сталкивалась с тем, что чайки, которые вот морские, у зазевавшихся туристов на теплоходах, на паромах выхватывают еду. Наши не такие агрессивные. А вот как раз это вот к вопросу об индивидуальности. То есть, вот первыми какие-то шаги в сторону человека, в сторону организации, в сторону городов делают те, которые получают выгоду от нападания на туристов, от выхватывания у них там рожков мороженого, пирожков и т.д. То есть, ну, собственно, вот простыми там понятными словами это описывается процесс эволюции. И копировать ее поведение могут соседи, могут птенцы, которые учатся от родителей тоже с позовом добывания пищи и так далее. Первоначально это кормление на каких-то объедках, на морских побережьях или на водоемах. Это начальный путь того, как начиналось регулярное кормление чаек на свалках, на полигонах отходов. То есть, ну, бытовые отходы это неестественный тип питания. Особенно для чаек, которые предпочитают добывать пищу в воде. Но они могут и где-то, и на полях, то есть, в общем-то, нельзя говорить, что чайки питаются одной только рыбой. Они могут добывать и насекомых, и тех же мышевидных грызунов ловить. Из интересных фактов, ну, я могу по зарубежным. Вот то, что меня впечатлило на одной из научных конференций, вот чаечья конференции, меня впечатлила информация из Испании, где местные чайки приспособились питаться на одних из массовых видов птиц, то есть, на голубях, и на... Ой, какой же это вид! У них есть такой местный попугайчик, откуда его там, откуда-то его интродуцировали, завезли. Он там благополучно прижился, расселился, вот. Ну, а теперь эти попугайчики составляют приличную, вместе с голубями, приличную долю рациона у испанских чаек. Если вам понравилось такое необычное знакомство, ставьте лайки, подписывайтесь на Добрый канал. Там много интересных и разнообразных тем. Ну и, безусловно, впереди еще много тайных загадок на острове Дух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА